приветствую всех на канале разносторонние интересы сегодня решил вытопить воск запустил я парогенератор налив сюда вот два ведра воды в эту систему здесь у меня заливная вот пробка закручивается качестве лейки ой качестве лейки а вот такой вот бутылки туда вставляю трубу и здесь ведра заливал налив короче 20 литров воды все это дело уже закипело у меня здесь у меня вот топка такая парогенераторы вышел он уже в рабочий режим и уже бежит воск для него я вот трубой тяга чтобы было труба это получается двойна с двух частей вот соединяется четыре метра плюс здесь метр высоты около пяти метров полностью высоты тяжковато было одеть правду то что это вот трубка там внутри выходит сюда вот наверху так то через верх таки раз было трудновато все это вот дело я проварил тут такую вот трубу на выход толстую трогать не буду гаража сильно и на ее одета такая вот мягкая пластиковая на выходе здесь пар получается выходит здесь он вот выход больше сыры пар таки сразу с трубки здесь он догрывается обходя вытяжную трубу раскаленную и нагревается до приличной температуры градусов наверно 400 точных и выходит сюда уже и даже несмотря вот на расстояние где-то два метра получается так вот от выхода у нас уже бежит воск загрузил я сюда обрезал 15 рамок был полный бак вышел этот вот со стиральной машины около 40 литров одумован литров на 20-30 ну бочка 35 литров легкого лезла это учитывая что что сетка снизу ну около 40 литров бак уже бежит у нас воск от из-за пара то не видно его ну пар выходит несмотря на такое расстояние сильно горячий руку подносить особо нельзя вот подносишь пальцы опарить можно это на расстоянии держал ведре там выходит наверное довольно горячий пар и ведро само горячая воск бежит ничего не утеплял хотел сразу то утеплить и этот бак еще не думаю это бесполезное дело это если бы мне с парогенераторы уходил там пар например около 100 градусов то было бы надо все утеплять а так как у нас пар уходит довольно приличной температуры что спичку запаливает то это расстояние мне страшно тут у нас получается в нержавейке я не сверлил сквозное отверстие много дырочек наделал мелких чтоб пар рассеивался и под углом так на выходе я их сделал там где-то на 4 миллиметра по центру еще мельче и под углом так выходит у нас стороны пар сюда по центру прямо лист нержавейки тут где-то полтора миллиметра и когда я варю этот патрубок то его пропеллером сделала вертолетом пришлось изнутри кувалдой малость выгнуть так вот чтоб убрать этот вертолет ну и приложил я вот свинцом этой блины тут по 17 килограмм по 12 то даже вот свинец уже на грозу наверху лежит это чисто на крышке и получатся что здесь если среднем взять даже по 10 килограмм блин этот то 10 20 30 40 50 60 70 80 кило все добавить туда-сюда около 90 килограмма веса сверху несмотря даже на то что вертолетом этот вот лист сверху крышка то не пропуская через щели там у меня уплотнитель лежит трубчатый такой разиновый и получатся хорошо так прижатая один только выход это снизу сейчас туда бежит мозг он бежал сильнее я и снимал но не вышло у меня видео то что что-то глюканул фотоаппарат звук записал видео не записал так что пишу а уже по второму разу и получается что уже у нас здесь процесс был шоу даже и красивее было ну сейчас так как есть уже воска набежала в ведре 10 литровым вот так вот снизу литра 3 но 2 то точных это с водой 15 рамок у меня засыпал я сюда в бак то мной килограмма два воска должно выйти я вот сейчас поработаешь и там у меня есть чистки со слитков восковых со дна с воском ободраны ну кто заниматься воском знаю когда не счищаешь он с воском счищаться покуда ты доберешься до чистого этого и я теперь и топки тоже сюда укину покуда пускай это выбежать немного огонь топки угаснет то открыю крышку и высыпаешься те об чистки чтобы не стояли в ведре в доме у меня по ведрах везде воск этот не стоял я уже все все сюда закину что выплавится то выплавится а потом уже будем остальное думаю распарывать подумать какие-нибудь воскопрессики и все это дело отжать с общей уже ну по этих 10 рамок это не дело просеки делать да что потом уже нервую эту оставшуюся всю со всего времени свернул кучу распару и пущу под пресс если конечно сделаем нас уже весна движется несмотря на конец января на улице сейчас у нас он градус тепла днем три с половиной было даже пчел немного выходить начали без спокойном улье так как речки насадили масленичной у нас осенью то попало меда с этой речки вот я открываю край слаженным паром видно вот парогенератор работает здесь пар у нас больше влажный а когда уже проходит через трубу через вытяжную то он там до грива цель сильно притом вот такая топочка у нас дрова сыроватые то покуда разгорелись так пришлось подождать сразу тут ломать и разное было сухое то закипятило два ведра наверно за 15 минут за 10 а потом уже подкину я наверх сыр их но они покуда разгорелись так пришло прилично так времени где-то час даже так что лучше парогенератор топить особенно когда возг добываешь чем-нибудь сухим что будем в дальнейшем стараться делался мне этот парогенератор изначально для распаривания дровесины чтоб хотел делать дровесину гнуть короче при помощи пара распаривать ну впервые пригодился он мне для воска потом если это все модернизирую и доработаю чтобы не так было обоих культурной и мобильный и уже тогда будет хорошо топить воск до этого я сколько держал пчел мало перетапливал в основном продавал суши старый пчел чтобы обновить так перетапливал солнечной воскотопки на он там видно он стоит возле ульев воскотопка солнечная тоже уже старые я ее не накрывал раньше она уже рама так подогнила этим годом переделаю чтоб такую сушь выроски с улья туда бросать чтобы не лежали переделаю там перетапливать светлые что более ну а темное да что можно паровой воскотопки через парогенератор буквально если посчитать по времени сколько я рабил эту вот воскотопку можно так назвать если то заняло пару часов основная работа была то вот это твой согнуть сварить нержавейки и здесь по кругу нержавейка то не особо так хорошо варится заварил бесчели это основная работа ну а тут уже тумбу сбить да там расчетку вырезал мне есть видео как я ее начинал делать то особо труда не было расчетку бросил просто на низ туда обычный железо и задний радиатор холодильника такая сетка просечками идет на металлическом месте я его туда выразил бросил на низ сверху крышка и все все вся система ну вот потихоньку бежит все у нас не знаю воск там берет сейчас наберет ну вот видно подставил пассатижи воск налив потихоньку бежит воск так что пойду сейчас за дровишками добавлю дров хай топится и как я еще упомянул вытопленных блинов с воска обзирки снизу эти ободришь и я сюда засыплю тоже пускай еще перетапливаться чтобы уже не валялось там досян засыплю все свое восковое сырье декой старая свежая все 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 сюда пускай распарится что выгонит полыгонит что станет что на просек пустим когда сделаем мы на этом будем заканчивать кому было интересно ставьте лайки подписывайтесь на канал всем удачного сезона до свидания